Если над землёй завтра грянет бой. Это первый фестиваль хоровых коллективов «Голоса Победы». Его состав не совсем обычный. Впервые кроме детей в хоре поют их родители и педагоги. Программа проходит на площадке Дворца творчества детей и молодёжи. Всего в ней принимает участие около 400 конкурсантов. Взобновить фестивали детских хоров, которые были незаслуженно забыты, и сделать их традиционными – задачи организаторов. Этот фестиваль именно хоровых коллективов он нужен. Вот сейчас какая-то всё-таки хоровая культура, она в одно время была всё-таки забыта. А сейчас, я думаю, что начинается такое хорошее движение, хоровое движение, можно даже так его назвать, в нашем городе. Репертуар песен подобран согласно теме фестиваля. Здесь звучат популярные мелодии военных лет. По итогам конкурса определены победители. Это новый лицей, пятая и шестая школы, три детских сада. Хоровое исполнение военных песен поднимает в детях дух патриотизма и важно такое начинание развивать, считает учащаяся первой общеобразовательной гимназией. Именно их коллектив по итогам всех выступлений показал лучший результат и завоевал гран-при фестиваля. Маленькие дети, они растут, они должны видеть, что благодаря таким хорошим людям мы живём, и у нас мирно не внуково. Это ладно, нам повезло увидеть ветеранов, увидеть участников. Другим поколениям не повезёт. И важно сохранить даже в песнях хотя бы какую-то историю. Как задумано ранее, по итогам фестиваля будет создан большой сводный хор, который объединит самые лучшие коллективы учебных заведений. 9 мая они исполнят общую песню на церемонии празднования Дня Победы. Победа! Ура! КОНЕЦ 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 КОНЕЦ